В Украине очередная смерть от ботулизма. На этот раз в Кировоградской области. И снова причина вяленая рыба. Всего, по данным Минздрава, с начала года в Украине заболели уже 76 человек, 8 умерли. Большинство из-за отсутствия сыворотки. Ее не закупали 3 года. Хотя в последнем случае пациентке не помогло даже лекарство. Во всем разбирались наши журналисты. По данным Госпродпотребслужбы, вяленую рыбу женщина приобрела в Харькове. Это было 4 июля. Пострадавшая находилась в городе проездом. Купила рыбу, по ее словам, в одном из супермаркетов. Женщина приобрела эту рыбу 4 числа, а кушала она ее 6 числа. Как она ее везла, в чем она ее хранила. Если не было доступа воздуха в эту рыбу, то, конечно, ботулотоксин мог накопиться. Что и послужило заболеванию, к сожалению, смерти этой женщины. Как сообщили в Кировоградском областном лабораторном центре, первые симптомы заболевания у женщины появились через 4 дня. В инфекционном отделении Новоукраинской районной больницы диагностировали ботулизм и ввели заболевшей сыворотку. Но спасти не смогли. Теперь Госпродпотребслужба вместе с полицией выясняют, где именно женщина купила смертоносную таранку. Ни упаковки, ни чека не сохранилось. Так что найти торговую точку уже нереально. В сети супермаркетов, на которые указала погибшая, говорят, такого быть не могло. Более месяца назад торговой сетью АТБ были инициированы необходимые меры. Был усилен контроль на приемке продукции. Без сомнения, вся продукция качественная. Должны быть, видимо, предъявлены фактические доказательства, что продукция была приобретена в АТБ. Ну, как минимум, чек на продукцию. Супермаркеты, торгующие рыбой, законы не нарушают, говорят в Госпродпотребслужбе. После случаев ботулизма продажу вяленой рыбы запретили только в столице. Полномочий проверять торговые точки у специалистов нет. У нас есть приказы Держпродспоживслужбы, на основании которых мы выходим в торговую сеть совместно с органами полиции и можем предложить изготовителям или тем, кто торгует этой рыбой, то есть торговой сети, они по закону Украины про харчи имеют право сами приостанавливать изготовление либо продажу, допустим, подозрительной рыбы. В Харьковской области на прошлой неделе все же изъяли у реализаторов около 500 килограммов продукции сомнительного качества. Два десятка предпринимателей заплатили штрафы, но это не панацея. Медики советуют рыбу, которая не прошла термообработку, не употреблять вообще.